и снова привет дорогие друзья ну что ж меня уже успели обосрать по предыдущему видео что я якобы несу какую-то хрень какие ровные банкноты можно взять любую банкноту положить в книжку она выровняется и так далее удачи просто цирк блин не разгонять цену на конверты что это я делаю я разгоняю цену дорогие друзья я вам показал отличие вы видели это нахер к своими глазами блин что значит я разгоняю цену блин я показываю смотри беру двадцатку вот 30 лет независимости смотри она идеально ровная и сейчас я пойду возьму двадцатку которая пришла из банка а вот двадцатка которая пришла из банка ладно это она загнулась от того что просто голая лежала если я вот так начинаю двигать смотрите вот залом раз и вот здесь вот вот такая волна легкая идет потому что эти банкноты были в пачках вот здесь залом смотрите от перетяжки вот видите залом то есть банкнота имеет дефекты как бы ты и там в книге не ровнял эти все дефекты будут видны и на грейде это будет но я еще тут про кое-что промолчу вот так просто подержу и промолчу а кто надо тот поймет и что я сейчас показываю посмотрели съели как говорится не наелись но так купи себе в руки возьми и посмотри сравни разницу какого хера мне писать такую гадость если ну если не разбираешься или я не понимаю что за бред вообще блин лишь бы от нефиг делать что-то ляпнуть так что это чтоб я не перепутал еще чтобы я не перепутал сейчас нет не перепутал вот это она вот классно что номера одинаковые ты не перепутаешь офигенно просто офигенно вообще класс а класс горячий пирожок или даже вот пожалуйста юбилейная банкнота вот из пачки банкнота смотри она лежит у меня в альбоме на которой целая куча других листов давит на эту банкноту на смотри вот она вот она какая кривая вся вот это банкнота из пачки вот в чем на хрен разница банкнота из пачки отличается от такой банкноты это плюс цене как бы кто мне там не боялся что я задираю цену или еще что-то я показываю факт я не придумываю велосипед я показываю факт эти банкноты ровненькие плюс одинаковые номера плюс классный альбом с описанием каждой банкноты в этом ценность просто если ты ни хрена не коллекционер то конечно тебе будет не прикольно но если ты не коллекционер вот для тебя и выпустили эти банкноты купи себе вот такую банкноту набор целый за 100 долларов если ты в банке не заказал и не занимайся херней а я как коллекционер занимаюсь херней понятно мне вот это важнее и за это я готов доплатить вот и вся разница поэтому эта штука и дороже стоит а теперь поехали насчет конвертов благодаря тому что вышел вот этот набор рассказываю пример у меня знакомый который вообще нифига не коллекционер никогда не собирал банкноты монеты не обращал на это внимание но когда ему показал что в этом году выходит набор данных банкнот и эти банкноты будут дорожать он заинтересовался зарегистрировался на нбу онлайн и заказал весь набор банкнот который вышел с банка вот таких банкнот купил их все плюс заказал один клясер и один конверт вот он себе сделал заказ и когда он узнал что оказывается раньше был тоже конверт с банкнотами и когда он узнал что в этом конверте с банкнотами его порвало и он решил купить себе такой конверт в прошлом году данные конверты с банкнотами я продавал с аукциона с гривны уходили то есть я там ничего не участвовал никак с гривны уходил данный набор банкнот за 4800 гривен ценность данного набора заключается в том что здесь есть две офигенные банкноты неплатежные 50 и 100 гривен 1992 года изюминкой то заключать заключается в том что тираж у данных банкнот всего лишь 2000 штук с остальными банкнотами что произошло неизвестно по номерам отличить и понять ничего не ясно но номера на банкнотах очень высокие соответственно можно предположить что а где же остальные то есть в эти сорок три тысячи девятьсот девяносто пятый номер на полтиннике на сотке номер например вообще семьдесят две тысячи двести двадцать второй то есть теоретически где-то же должны быть остальные правильно раз номера такие высокие но банк об этом молчит кто может задать вопрос на сайт инду напишите спросите где остальные банкноты уничтожили их или они лежат на складе что с ними какая судьба постигла те остальные банкноты но как бы там ни было заявленный тираж банком выпущенных данных конверс неплатежными банкнотами 2000 штук тираж таких банкнот соответственно тираж этого конверта там часть конверта и часть альбома еще в альбоме выходила альбом вонючий паршивый но красивый но есть аналоги которые намного лучше так в общем цена теперь этого конверта из-за того что вышел данный альбом 30 лет независимости долетела до 8000 и будет дорожать дальше а знаете почему потому что вот эти будут выкупать и захотят купить вот это дополнить же надо соответственно вот это будет дорожать дальше благодаря этому набору вот эти конверты улетели в цене я лоханулся не прикупил больше зная что выйдет вот это но чё-то я ну на все денег не хватает у меня есть парочку этих конвертов но на все денег как говорится не хватает надо это 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 все купить а прям паника бабла всегда не хватает но благодаря тому что когда-то я купила эти конверты я знал что они подорожают и теперь у них цена начинается уже плюс минус 8000 а в альбоме там в районе уже десяти наверно блин еще чуть-чуть и за десятку перевалит этот конверт просто любой ну вот я как продавец если захочу продать я посмотрю на ситуацию я посмотрю на количество предложений я поставлю 10000 его и мне похер блин ну хочешь покупай не хочешь не бери вот такая у меня будет политика в этой в этом вопросе и все и цена этого конверта будет лететь дальше теперь дорогие друзья теперь смотрите что происходит дальше если в этом году мы каким-то образом продавим нацбанк на юбилейную 300 лет со дня рождения сковороды 500 гривен банкноту то у нас появится еще одна супер крутая юбилейная банкнота и этот конверт пойдет опять снова вверх просто пойдет вверх потому что все кто не успел сейчас купить купят ту новую юбилейную банкноту и они все равно вернуться к этому они все равно к этому вернуться и каждый год этот конверт этот клясер этот альбом вообще даже его такие банкноты они все будут дорожать а вот это будет дорожать еще больше а теперь посмотрите сейчас на цену 50 гривен 2011 года юбилейную стиражом 1000 штук в прошлом году они лежали в интернете по 17000 в москве я мог купить в начале прошлого года за 1150 сейчас меньше 20000 вообще даже никому не подходишь просто нету если еще давно есть такой youtube канал я забыл как он называется девочка его ведет такая в очках у нее она рассказывала что в европе 50 гривен 11 года на тот момент когда у нас можно было купить за 15 17 тысяч 50 гривен там уже стоило тысячу на хрен евро то банкнота 1000 евро это 30000 гривен одна банкнота какая будет цена теперь у этого полтинника я даже не представляю потому что все кто взяли это они будут брать это а потом нырять к тому полтинничку этот полтинничек будет непрерывно дорожать дорожать и дорожать вот что значит выход банком набора банкнот 30 лет независимости вот такая интересная история теперь мы наблюдаем дорогие друзья за появлением новых банкнот из каждой новой юбилейной банкноты этот набор будет все дороже 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 плюс сам набор и конверт еще имеет относительно простого набора 30 лет независимости простого еще два плюса то и три если конверт если альбом этот вот такая история мне там уже прогнозируют 8000 за данный альбом но не думаю что 8 но хотя с другой стороны посмотрят что конверт восьмерку уже стоит они подумают ну так тут тоже тираж 2002 тоже поставим 8 и люди будут подымать цену на этот конверт сейчас же его цена в среднем 4100 гривен вот по такой цене уже продают данный альбом а учитывая то что я сейчас показал все захотят купить либо конверт либо альбом учитывая тираж 5000 это тоже очень маленький и захотят это дело прикупить гораздо больше людей потому что есть реальная разница разница реально существенно три или два отличия первое отличие самое важное там банкноты все ровные как кому блин там не повылазило бы банкноты там ровные здесь банкноты все мятые и не только мятые там одинаковые номера то есть это уже второй плюс и третий плюс это если в альбоме если в конверте то понятно это всего два плюса то есть грубо говоря если цена обычного набора стоит 2800 там 2 850 плюс минус ну условно 3000 возьмем до обычного набора конверт сейчас стоит три с половиной хотя после моего видео конверт я думаю пойдет вверх потому что люди поймут нихера себе то есть там плюс тысячу ему точно нарисует а этот будет стоить скорее всего четыре с половиной вот примерно такая будет сейчас ценовая скажем так политика может быть я ошибаюсь я не спорю я не гадалка но я вижу это так то есть хочешь бери обычный конверт обычный набор пожалуйста вот у него цена есть не хочешь обычный хочешь покруче с одинаковыми номерами ровненькие идеальные банкноты хочешь их заслабировать если хочешь заслабировать убери слабируй вот этот набор он идеальный ровный он не был в корешке и так далее вы поняли что еще он не прошел это позже это позже его я скоро к вам кое-что покажу вот и соответственно слабировать надо банкноты только отсюда потому что те помятые банкноты они все получат ниже грейта ты заплатишь за деньги слабо то есть ты захочешь заслабить и заплатишь за это деньги и мне там умник написал заслабируй сначала слышь дружище дай мне денег я заслабирую эти номер карты кину ки мне бабки на слаб этот и этот я заслабирую ты увидишь если будет отличаться два номера зашибись я красавчик если там будет одинаковый номер на двух банкнотах и ты в этом уверен ну тогда тебе респект я с тобой встречу с лично снимем видео как я с тобой встретился угощу тебя едой какой-то вкусный в ресторане посидим пожрем обсудим всю эту херню какой я лох и я тут развожу людей вот так можно сделать готов на готов напиши мне в комментарии я тебе скину номер карты буду слабировать базара нет как говорится решаем вопрос по мере поступления проблемы вот сейчас ждем в этом году будет два мировых слета там будут слабы я думаю наши коллекционеры туда поедут в европу из украины там будут слабировать обязательно эти банкноты и будем смотреть на грейды очень интересно то что будет появляться хотя низкий great люди будут разрезать ножницами вытаскивать банкноты так продавать потому что нет смысла не знаю еще какая цена будет грейда этих банкнот они штамм от стоимости какую стоимость ему нарисуют ну короче там много нюансов также какие с монетами в принципе так что вот такие пироги дорогие друзья банкноты украины это крутая тема не все в этом шарит меня это радует у меня есть такая история я думаю этот подписчик смотрит меня короче он перекинул 15 конвертов где-то может меньше я так утрирую но какое-то количество конвертов он перекинул и заработал там копейки на каждом конверте а потом у меня спросил я шелох чего это я их все продал но человек поделился со мной такими эмоциями вот такая была история тоже а мог бы придержать каждому свое как захочется я фанат денег я каждую банкноту монету изучая я могу не читать описание я могу не знать кто изображен но я смотрю деталь я смотрю детально на детали как сделано что сделано номерки как пропечатано как вшили линию вот эти моменты я смотрю я не смотрю кто это я знаю что это шевченко да ну логично но допустим там что-то юбилейное там я могу не не вдаваться вообще ни в какие детали и подробности изображения я смотрю на материал в целом то есть что это такое как оно сделано какие отличия между собой там и так далее вот эти вот фишки я и вылавливаю и когда мне говорят насчет отборных монет 10 гривен я говорю что это крутая тема попробуй найди и когда люди сталкиваются с этим потому что они увидели эту разницу они начинают искать и вот тогда они приходят к выводу что блин а ты прав ни кера себе я хочу положить в коллекцию красивую монету а ее нету и человек начинает искать ее искать в интернете ходить на барахол очки подымать свою задницу потому что по фотографии ты не выберешь эту монету ты идешь на барахло кто продает роллы начинаешь смотреть каждую монетку я уже обращаю внимание как люди смотрят проверяют фонариком светят потому что себе в коллекцию хочется положить классную монету они лишь бы вот в этом и заключается magic money каждый показывает на своем канале то что он считает нужным правильно я показываю то что я считаю нужным как коллекционер потому что я на эту всю хрень смотрю не только как инвестор и с точки зрения заработка но и как коллекционер и вас этому учу показываю вам некоторые мне нравится потому что привыкли по старинке взял монету вот такую чистить нельзя монеты боже мой ни в коем случае нельзя чистить монет и вот такой шмурдячок положил себе в альбом и испачкал свой альбом вот такие коллекционеры есть кладовая монета нельзя мыть нельзя чистить ой скоро будет материал я может быть съезжу кстати сейчас к человеку 1 и заберу там одну монетку ой как мне хочется ее забрать короче там человек помыл монету это будет мега видео я думаю но для тех кто фанат чистить монеты там тренируется для себя там что-то такое новая думаю вам будет интересно посмотреть две монеты одну мыл я вторую мыл человек две монеты из одного клада это будет крутое видео это будет реально крутое видео подписывайтесь на канал ставьте лайки всем удачи никого не хочу обидеть реально у вас у всех есть свое мнение вы имеете право высказывать в комментариях не всякое дерьмо но пожалуйста чуть-чуть эмоции поспокойней когда я вот это херню какую-то несу белькотню я не спорю но как бы мне это не нравится когда я реально показал крутую вещь стопроцентное отличие то есть не то что я его придумал высосал из пальца от нихер делать я показываю вот помятая банкнота вот здесь она не помятая все блин ну какого хрена мне рассказывать что я какую-то фигню рассказываю вот банкнота не мятая вот показываю специально под конец видео кто дожил вот еще раз покажу если предыдущее видео не зашло там не посмотрели еще что то вот смотрите видите ровненькая гладенькая идеальная банкнота все уголки все целенькое все четенько как после ножа и вот я беру вторую банкноту я могу пачечку вам достать из таких банкнот и вы посмотрите они все имеют вот такую вот помятую форму тем более вот здесь прям видно прям вот это вот вдавленный изгиб от перетяжки вот и разница понятно вам вот здесь смотрите вот прям видно ну вот видно какая она кривая вся не знаю как бы так ее показать вам вот так может видно видите вот она по линии прямо линия кривая или что не знаю чем это связано но они прошли корешок все они уже там выдавленные выкрученные как бы ты и там в книге не равнял это будет не то плюс одинаковые номера повторить просто практически невозможно всем удачи пока